Ян Злат спрашивает Формулировать миссию переговоров, понять багаж, определить бюджет и продумать, какое решение мы хотим, чтобы приняла другая сторона. Для удобства я использую гугл-форму с карточкой и заполняю ее перед каждыми сложными переговорами. Теперь о документации слов. Это реально сложно. Разговор идет быстро, живая человеческая речь часто сбивается и путается. А ведь надо не просто записывать конспект, а еще и вычленять замечания и грамотно их обрабатывать. И из-за сложности часто есть соблазн понадеяться просто на память и вообще ничего не обрабатывать. Типа поговорили, все решили и все хорошо. В этом случае риск потерять что-то важное или не понять друг друга приближается к 100%. Поэтому надо ввести конспект и надо обрабатывать замечания прямо на встрече. А в конце разговора надо прислать собеседнику текстовое резюме встречи. Хорошая новость в том, что мы разработали небольшое приложение, оно называется «Конспект», которое упрощает обработку замечаний. Представляем «Конспект» – инструмент для согласования замечаний на переговорах с клиентом. Видите конспект встречи, как в обычном блокноте. Пишите все, что говорит клиент. Подробные записи пригодятся, когда приметесь за работу. Если клиент высказывает замечание, а по-другому и быть не может, создайте задачу. Она появится в отдельной панели и не потеряется в тексте. Если убедили клиента снять замечание, пометьте задачу тегом «Не делаем». Так клиент, да и вы сами, не забудете о договоренности. Если не можете придумать решение задачи прямо на встрече, договоритесь с клиентом об отсрочке и пометьте задачу тегом «Тайм-аут». Нерешенные задачи попадут в отдельный список и не потеряются. Если чувствуете, что плохо понимаете клиента, создайте не просто задачу, а замечание. Шаблон с готовым списком открытых вопросов. Последовательно задавайте эти вопросы клиенту и записывайте ответы. Вы глубже разберетесь в проблеме. Не забудьте в конце встречи договориться о следующей контрольной точке. Или, как говорим мы, забить гвоздь в гусеничку. Для этого создайте задачу с тегом «Дедлайн» и запишите дату и время. В конце встречи скопируйте все задачи одним кликом и отправьте клиенту резюме. Так вы убедитесь, что вы с клиентом поняли друг друга. Это простое действие сэкономит вам уйму времени и нервов. А еще вы можете пользоваться конспектом как простым таск-менеджером. Отмечайте сделанные задачи галочкой. Если отметили все – ура! Вы готовы к следующей встрече. Напоследок важный момент. В вопросе Ян пишет «Сложно зафиксировать сбивчивые речи близкого человека». Если вы ведете переговоры с близким человеком, применять техсредства довольно опасно. Это не рабочая встреча. Тут важны эмоции, ощущения. Поэтому постарайтесь внимательно выслушать близкого человека и обработать информацию просто в голове. Если вопросов слишком много, разделите встречу на несколько отдельных. Спасибо за внимание! С вами был Николай Таверовский. Смотрите «Советы по управлению» и становитесь круче! Продолжение следует...